Азан.кз представляет Абуджафр был мухадисом, факихом и ученым. Если бы он в то время, имея столь высокое положение, авторитет написал текст противоречия Ахлесуни, то ученые бы непременно возразили или указали бы на ошибки. Но ученые Ахлесуни в Аль-Джама не сделали этого, а значит единодушно согласились и приняли эту книгу. В науке усуль фикх это называют «Иджма ас-Сукути», то есть единодушное согласие. Биография имама Абуджафр Ат-Тахавы. Его полное имя Абуджафр Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Саляма Аль-Азди Аль-Мисри Ат-Тахавы Аль-Ханафи. То есть его имя Ахмад Ибн Мухаммад Ибн Саляма. Его отец Мухаммад Ибн Саляма был из числа больших ученых. Имам Абуджафр родился в деревне Тага в Египте. Абуджафр был учеником имама Аш-Шафия, да помилует его Аллах. Также он обучался шафиитскому фикху под руководством дяди, имама Аль-Музани. В дальнейшем он изучает ханафитский фикх и становится ученым ханафитского масхаба. По этому поводу ученые приводят разные ревояты, сообщения. Те из них, которые подходят к его степени более правильно, утверждают, что он выбрал ханафитский масхаб за то, что его доводы сильнее. Он убедился и удовлетворился правилами Чтихада, наукой ханафитского масхаба Усульфик. Поэтому его имя имам Абуджафр Ат-Тахава Аль-Ханафи, то есть он был известен как ученый ханафитского масхаба. Имам Абуджафр, излагая пережитые события, говорил, что его дядя часто просматривал, читал книги по ханафитскому масхабу. Это поспособствовало дальнейшему интересу изучению ханафитского фикха. Есть разные ревояты насчет даты рождения имама Абуджафара, 238 год, 239 год. Имам Батрудин Аль-Айни и другие ученые утверждают, что он родился в 229 году и умер в 321 году. И это верное мнение. Есть много высказываний ученых о достоинстве и знании имама Абуджафара Ат-Тахавы. Имам Юнус, он был достоин доверия в передаче хадисов, знатоком фикха, отличался умом, подобно которому больше не было. Имам Маслема Ибн Аль-Косим сказал, он был достойным доверия, очень уважаемым и видным человеком, знал различные точки зрения и разбирался в трудах ученых. Имам Ибн Надим в книге Аль-Фигристи сказал, имам Абуджафара Ат-Тахавы в свое время был лучшим в фикхе, хадисах и разногласиях ученых. Имам Абуджафара Ат-Тахавы в книге Табака Тульфукага Абуджафара Ат-Тахавы известный в Египте факы ханафитского масхаба. Имам Абдельбар сказал, он был один из знатоков биографии ученых Куфы, истории о них и их знаний фикха. Вместе с тем он имел познание в области правовых школ масхабов. Имам Хафар Ат-Тахавы сказал, каждый, кто знаком с трудами этого имама, увидит степень его учености и широту познаний. Имам Абуджафара Ат-Тахавы автор многих значимых трудов. Ахям Аль-Куран, Тафсир Куран, состоящий из 20 томов. Мушкель Аль-Асар, Шарх Ма'ани Аль-Асар, Аль-Мухтасар, Шарх Аджами Ас-Сагыр, Шарх Аджами Аль-Кабир и многие другие труды. Также есть труды, посвященные определенным темам, как Хукму Аради Макка, Ар-Рот Аль-Аиса и Бинабан, Ар-Рот Аль-Ааби Убай и другие. К сожалению, не все труды дошли до наших дней. Один из его трудов, по которому мы начнем уроки, Шарх Ма'ани Аль-Асар, комментарии ко всем хадисам, относящиеся к вопросам фикха. Шарх Мушкель Аль-Асар, это очень редкая рукопись. Ее особенность в том, что она объединяет противоречия хадисы, по возможности стараясь выводить общий смысл. Как сказал ученик имама Малика, Абдуль-Вахаб, я прочитал и собрал много хадисов, в итоге попал в такое положение, что не знал, за какой взяться и не знал, что делать. Тогда, по воле Аллаха, я встретил имама Малика. Он показал мне, как брать Хукму с хадисов, рассказывал, какие хадисы утратили силу или объединяются. Тот, кто не был хадис факыгем, у кого нет познания в фикхе, тот может прийти к заблуждению. Потому что он будет неуместно пользоваться хадисами, давая неправильное толкование, может действовать, основываясь на мансухах-хадисах, стертых хадисах, чего делать нельзя. Есть хорошие слова ученого. Сунна может вести в заблуждение того, кто не был факыгем. Поэтому Абуджаха Тахау старался объединять и объяснять хадисы. У него есть книга Ашруту Сагыр, которая печаталась в 1974 году в городе Багдад, состоящей из двух томов. Также есть книга Аль-Мухтасар Фельфик, на которую делал шарх имама Убакар, Аль-Джасос и другие труды. Имам Абуджаху Рат-Тахау умер в 321 году. Имам Мухаммад Захид Аль-Каусари написал книгу «Аль-Хауэль-Фиссироты имаме Абуджаху Рат-Тахау», посвященную Абуджаху Рат-Тахау. Это книга для тех, кто хочет более подробно ознакомиться с его биографией и историей. Она не раз издавалась, также доступна в интернете. Это короткое ознакомление с биографией имама Ат-Тахау. Иншаллах, начнем с введения книги. Имам Абуджаху Рат-Тахау да смилуся над ним Аллах сказал. Это разъяснение вероубеждения Ахлюсуна Валь-Джама. Слово «хааза» это в арабском языке указывает на предмет, который уже существует или на то, что находится близко. Это значит, что на тот момент книга уже была написана или целиком созрела в голове. В наше время многие писатели пишут введения после основного текста книги. А в то время книги ученых от начала до конца прочитывались одной волной. Это красивейшие словосочетания были как живая струя поэзии. Ученые говорят, имам Абуджаху Рат-Тахау писал то, что у него уже созрело в голове. То есть это текст, который я хочу написать. Написать разъяснение Акыда Ахлюсуна Валь-Джама. Слово Акыда с арабского языка означает «связывать в узел». Имам Ат-Тахау разъясняет основы исламских убеждений. Наша вера состоит из трех вещей, о чем говорится в хадисе пророка, дабы славету Аллаха и приветствует. Однажды к посланнику, салалулаху али асалям, подошел незнакомый мужчина, в совершенно белой одежде с черными волосами. На нем не было следов путешествия. Он сел прямо напротив пророка, дабы славету Аллаха и приветствует. И, упершись в колени в его колени, сказал «О Мухаммад, расскажи мне об исламе». Посланник Аллаха, мир ему сказал «Ислам состоит в том, что ты должен засвидетельствовать, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха». Совершать намаз, уплачивать закят, поститься в месяц Рамадан и совершить паломничество в Мекку, если есть возможность на это. Затем незнакомец сказал «Расскажи мне о вере». Пророк, дабы славету Аллаха и приветствует, сказал «Ты должен верить в Аллаха, его ангелов, его писания, его посланников и судный день, а также верить в предопределение добра и зла». Затем он сказал «Расскажи мне об их сане». Пророк, салалулаху али асалям, сказал «Ты должен поклоняться Аллаху так, как будто ты видишь его, ведь если ты не видишь его, то он видит тебя». Акыда – это наука, которая разъясняет вероубеждение, кому и как мы должны верить, чему мы должны верить, чтобы считаться мусульманами, и чему не должны верить. Эти знания считаются основными, так как человек сначала должен познать своего Творца. Имам Аль-Бухари приводит в книге «Знания должны стоять впереди слов и действий». И привел к этому аят «Знай, что Аллах един». Самая первая обязанность человека на земле – это познание Всевышнего Аллаха, познание единства таухид. Веря с его помощью, что он един и нет у него сотоварищей. Есть в Акыде такой уровень, который должен достичь каждый мусульманин. Быть выше этого уровня обязанность тех, кто занимается изучением шариата, то есть ученых, тех, кто в поисках знаний. Но в нашей вере, будь то в Акыде или Фикке, есть такой момент – на том нет греха мусульманину, если он не знает это. Ученые говорят, благородство знания в том, что оно изучает. Если хотите узнать благородство какого-либо знания, посмотрите, что оно изучает, к чему учит и к чему призывает. Например, у нас есть учение Тафсир, которое напрямую относится к Акыде. По причине того, что только после веры в Аллаха и понимания, что Коран – это слова Аллаха, человек начинает изучать Тафсир. Учение хадиса – одно из первостепенных знаний, но оно тоже относится к Акыде, потому что человек сначала верит в Аллаха, в то, что Пророк, добросовет Аллах и приветствует его посланник, затем начинает изучать слова посланника. Учение хадиса – одно из первостепенных знаний, но оно тоже относится к Акыде, потому что человек сначала верит в Аллаха, то, что Пророк, саллуллаху алейхи васалим, его посланник, Затем начинает изучать слова посланника Салиллаху Алейхи Васалим. Фикх, таджви, то же самое. Самое благородное учение – это Акида. Когда пророки призывали людей, они призывали к Акиде. Для некоторых наших братьев-саляфитов главное – это Коран и Хадис. Если что-то противоречит Корану и Хадису, то они это не принимают. В основе это правильно. Но когда речь доходит до Акида, они говорят – спорить нельзя, разговаривать с бедагатчиками нельзя и другие подобные слова. Говорят, что Мухаммад ибн Сирин сказал то-то или приводит слова другого ученого. Хорошо, а что говорит Коран? Ты же опирайся только на Коран. А Коран нам говорит, что сами пророки призывали сначала к единобожию. И споры в общине были только вокруг этого вопроса. Они не сталкивались во мнении по вопросам Истинджи или Тагарата. В Коране Всевышний Аллах говорит относительно Ной, алейхи салям. О Ной, ты много споришь с нами. Также в Коране говорится, если вступаете в спор с людьми Писания, то ведите его наилучшим образом. О чем будешь спорить с христианами? Применять на Истинже три камня или пять? Конечно нет. Вступать в спор о единстве Бога? Бог троится или нет? Эти вопросы относятся как к Иди. Коран учит спорить наилучшим образом. Призывать на путь Господа наилучшим образом. Есть в арабском языке слово «хасан» и «ахсан» – еще лучше. Хорошим путем призывай, еще лучшим способом вступай в спор. Ученые говорят, что есть два вида призыва. Первый – это призыв того, кто с вами согласен. Призыв к молитве, посту, к мечети, к закяту. А если этот человек не признает намаз с атеистическими взглядами, то вы с ним можете спорить. То есть вы можете спорить с тем, кто с вами не согласен. Если о том, кто с вами согласен, Всевышний Аллах говорит призывать хорошим образом, то спорить с оппонентом требуется наилучшим образом. Аллах запретил только один вид спора – это спор на тему, в которой у тебя нет надлежащего знания. Если у тебя нет познания в теме спора, то не спорь. Когда посланник, дабы славит Аллах и приветствует послан Муаза ибн Джаббара в Йемен, то сказал, пусть будет первым, к чему ты призовешь их – поклонение Аллаху. Если они подчинятся тебе в этом, тогда сообщи им, что Аллах предписал им выполнять ежедневно пять обязательных молитв. Имам Буджахура Тахау рассказывает нам о самом важном, о том, что мы должны знать в первую очередь. Некоторые наши братья, вместо того, чтобы интересоваться изучением Акты, слушают проповеди, от которых наворачиваются слезы и оставляют осадок в душе. Потом не понимают, как сошли с пути Ахлисуну Вальджама. Как говорил шейх Имам Альбуты, человек должен насыщать себя двумя видами пищи. Это пища для ума и для духа. Пища для ума – это не проповеди, которые заставляют плакать с красивой фоновой мелодией Нашида. Это не какие-то впечатляющие слова. Например, на уроке математики вы не получите такое впечатление, как на уроке литературы. 5 плюс 5 равно 10. Здесь нет никакой романтики, но это знание, это истина. В литературе 5 плюс 5 может равняться 20, так как там присутствуют эмоции, впечатления, романтика. Вопросы, связанные с Акты, могут быть не из легких, но мы должны знать, в первую очередь, обезопасить себя, потом обучить других, своих близких, свое окружение, чтобы они не заблудились. Был один случай, один брат не посещал занятия, не старался познать учения Акты. При редких встречах мы призывали его чаще приходить на уроки. На что он отвечал – буду читать намаз, как меня научили совершать его мои предки. В итоге, в один из дней он стал саляфитом. Он думал – мои предки не ошибались, и я не ошибусь. Правильно то, что наши деды не были из-за блудших. Но если ты знаешь, что они не были из-за блудших, что их слова из Ахрюсуну вальджама, если знаешь доказательства этому и не подпитываешь свою веру, тогда к тебе могут подойти и сказать, как говорится в Куране, следуйте за тем, что не спасал вам Аллах. Они говорят – нет, мы последуем за тем, на чем застали наших отцов. Для тебя важнее твои предки или религия Аллаха. Если завтра спросят – разве не были неспособны аяты, разве не дошли до тебя хадисы посланника, дабы славят Аллах и приветствуют, что ты ответишь? Изучая Ахрюду, мы оберегаем себя. На сегодняшний день есть много разных течений. Они обвиняют Ахрюсуну вальджама в двух вещах, можете запомнить. Первое, что у тебя неправильные убеждения, что у тебя заблудшие убеждения. Второе, что все твои поступки – это беда ад, нововведения. В целом, наша религия состоит из веры и поступков. Если твоя вера неправильная и поступки тоже, то что у тебя останется? Правда ли это так, как они говорят? Просите себя сами. Чтобы узнать это, чтобы успокоить свое сердце, как говорил Ибрагим Алихисалям, мир ему, покажи, как воскрешаешь мертвых, чтобы успокоилось мое сердце. Для того, чтобы ваше сердце успокоилось, вам требуется доказательство. Вы должны познавать, учить, стараться. В процессе этого вы можете не проронить ни одной слезы, но это будет пищей для вашего ума. Даете пищу для ума? Приводите в порядок свое убеждение. Затем приходит черед духовной пищи. Если будете давать себе только духовную пищу, то ведь и у Хавариджи была духовная пища. Они прекрасно читали намаз. Пророк, салюллах алейхи вассалям, сказал сахабам, их намазы несравнимы с вашими намазами. А как они прекрасно читали Куран, но у них была неправильная акида. Поэтому в первую очередь нужно привести в порядок акиду по суне пророка, по стопам сахабов, джамаа. То есть, как сказал посланник, да басалет Аллах и приветствую, в соответствии с подавляющим большинством. В истории ислама не было такого, что подавляющее большинство были заблудшими. Даже тогда, когда муктазелиты пришли к власти, весь народ не последовал за ними. Хоть они имели власть и разные рычаги давления, народ не заблудился. Некоторые представители других течений на это приводят аяты, где говорится, что если будете следовать большинству, вы заблудитесь. Если брать большинство людей, живущих на земле, то да, это так. Из 6 миллиардов, полтора миллиарда мусульман, остальные 4,5 миллиарда, это и есть большинство заблудших. Что касается религии, то посланник, да басалет Аллах и приветствует, говорил, будьте с жамаатом, подавляющим большинством. Подавляющее большинство в Акыде – Ахлесуну вальджама. Имам Абуджаффер Ат-Тахау разъясняет нам вероубеждение Ахлесуну вальджама. Инша Аллах, изучим это в следующих уроках.